Привет, ребятки, с вами как всегда Штором. Я продолжаю играть на проекте Аризона РП. Да, я перехожу на новый сервер. Дело в том, что меня взяли на сотрудничество с Аризоной и перевели на новый сервер, а именно Аризона РП Шоу Лоу. Все хотят от меня шоу. Да, ребятки, теперь я буду играть именно здесь и вас зову играть вместе со мной. При регистрации вводите мой ник OG Штором, который даст вам на пятом уровне плюс 300 косарей. Да, братва, и чуть позже, когда я прокачаюсь, ребятки, я буду вам еще возвращать за рефералку где-то по 300-500 тысяч, поэтому, ребятки, вводите ник и в будущем, может, что-то вам еще перепадет. Ну что, ребят, а в честь перехода давайте разыграю для вас 3 миллиона 333 тысячи на новом сервачке, поэтому, ребят, просто регайтесь на мой ник, подпишитесь на канал, поставь лайк и напиши любой крутой комментарий. Ну ладно, ребятки, погнали. Жизнь бомжа чистого листа без казино. Ну, конечно же, нужно первым делом пройти квесты. Берем первое задание, у нас оно уже выполнено, потому что у меня есть паспорт, потому что вот здесь вот такая вот фигня есть. Я, короче, спавнился вообще в СФ, взял этот велосипед и сюда приехал, не знаю почему. Ну, ребятки, сейчас как раз вот завтра должны включить, либо уже сегодня, когда вы смотрите этот ролик, включили X4, поэтому вы сейчас можете быстренько прокачаться, главное вводите ему ник, ребятки, и получите какие-то плюшки. Так, ну что, ребят, первый квест у нас, в принципе, поехать на ферму, как я понимаю, и давайте мы туда направляемся. Итак, ребятки, я приехал на ферму, почему-то я думал, что здесь будет капец как много народу, ну, кстати, не так уж и много народу просто, ребятки, в принципе, сено есть, не как на открытии, на открытии я так и не зашел, но я видел там у чужих людей там на стримах, там просто капец был, ребятки, что невозможно было пройти. Ну, сейчас, короче, ребят, поработаем, я думаю, мы здесь быстренько справимся и, в принципе, заработаем первую капусточку. Кстати, давайте, ребят, так, поддержите лайком, реально, потому что мне нужна ваша поддержка, и когда этот ролик наберет 300 лайков, я пойду снимать для вас новую часть, поэтому, ребятки, вы знаете, что нужно делать. Итак, ну что, ребят, в принципе, квест выполнил, ништяк, ребят, давайте сейчас заберем денежку. Плюс первые 3000, окей, неплохо, но главное, что мы прошли квест. Берем следующий квест, и следующий квест, это нужно разгрузить вагоны. Ну что, братва, я уже прибежал, и давайте работать, в принципе, здесь все просто. Итак, ребятки, завершаем квест, получаем два закоинца, но пока закоинцы я не буду тратить, кстати, у нас еще есть даже это лицензия на авто, нам не надо ехать получать, отлично, ребятки, ништяк. И следующий квест хватит сложной работы, поехали. Итак, ребят, я приехал в ЛВ, я думал, здесь будет также намного больше, ребятки, в принципе, вообще мопедов, точнее, не будет, но здесь мопедов дофига, ребят, то есть вы можете реально просто зарегаться, и, в принципе, на расслабончике пройти квесты, то есть вообще, ребятки, здесь не как на прошлых открытиях, что там, блин, ребят, мопед по полгода нужно искать, а здесь, ребятки, реально все на расслабончике делается и быстро проходится. Окей, давайте сейчас развезем быстренько 10 пиц. Смотрите, ребятки, кстати, бар в госе, у меня был он на Глендейле, там финночка была с пиаром где-то миллиончик-2 миллиончика, не знаю, можно попробовать его как-когда засловить, напишите, брать мне его или нет. Итак, ну что, ребят, в принципе, квест пройден, завершаем его, последний квест, в принципе, в первом квестовом персонаже, и бежим, ребят, ко второму квестовому персонажу, нам, кстати, дадут Даймонд Вип. Ну что, приехал я, в принципе, к Майклу, все, мы получили премиум, даймонд вип, премиум, к премиуму нам еще идти, идти, ребятки. Да, ребятки, ну и следующий квест надо работать на заводе. Итак, все, я прибежал, в принципе, на завод, и нам нужно сделать 25 материалов. Кстати, ребятки, покажу вам лайфхак, еще есть вот такой вот запасной столик, может кто-то не знал, ребятки, вот так вот тоже можно работать. Если не знал, Бартанчик, то с тебя лайк, а если знал, то с тебя комментарий, что ты знал. Итак, ребят, тут, в принципе, я забрал, в принципе, квест, и мне предложил таксист, что он накатает 200 тысяч, и мне даст 40 тысяч. Ребятки, в принципе, нам сейчас любая подработочка нужна, плюс там проходит сейчас этот, как называется, мероприятие, короче, собиратели, ребятки, и я хочу залететь на него, а там вход стоит 30 тысяч. Как раз сейчас вот этот вот таксист нам, походу, даст вот эти вот 40 тысяч, что нам нужны на мероприятия, и это будет, в принципе, ништяк. Да, ребятки, все, простенько, мне дали 40 тысяч, и, в принципе, ребят, сейчас, короче, направимся на мероприятие. По дороге заехал в салон сотовой связи, потому что мне нужно взять телефончик, в принципе, для квеста, и покупаем, в принципе, к Xiaomi, Xiaomi, к Xiaomi, не знаю, как правильно, ребятки, напишите в комментарии. Итак, ребятки, ну что, залетаем на мероприятие, в принципе, все, мы на мероприятии собиратели, ребят, 30 тысяч вход стоит. Окей, ну, в принципе, здесь 7 человек, как я понял, написано было, ну, на мероприятии сейчас участвуют. И, в принципе, я думаю, мы сейчас нормально пособираем подарочки, не знаю, если эти стоят где-то по 5 тысяч, можно будет их продать, если меньше, то, ребятки, я их поберегу пока что, пока они там не подорожают. Ну, короче, ребят, сейчас, надеюсь, подарочков 30-40 смогу насобирать, и будет вообще ништяк. Все, ребятки, мероприятие закончилось, удалось мне насобирать 41 подарок и 4 бронзовые рулетки. Прибежал, ребятки, я в магазин одежды, давайте сейчас купим себе зимнюю вишню. Постригли короткую классическую стрижку машинкой, вот, как асимметрично у нас получилось, типа зимняя вишня получилась стрижка. Я думаю, вот такой вот скинчик мне подойдет, да, ребятки, да, Клакенбелл, ребятки, в принципе, да. Окей, в принципе, погнали дальше проходить квестики. Приехал получить карту банковскую, все, ребятки, пароли, пароли, ребятки, не спалите, да. Приехал спортзал, ребятки, да, будем обработать. Что-то я часто говорю реально слово, ребятки, не знаю, нужно придумывать вам какое-то новое название, там, не знаю, братва, братва, не знаю, это тоже как-то. Ну, что-то такое, что-то мягенькое, напишите в комментариях, как хотите, чтобы я вас называл. Окей, буду качать бокс, наверное, да, 100 ударов бокса, поэтому давайте, ребятки, в принципе. Я как раз, кстати, уже качал третий уровень, я думаю, я буду долго качать третий уровень, ну, реально, с квестиками, просто на расслабочке проходишь, там, пьешь чаек, и просто, ребятки, это все проходится довольно быстро. Я думал, реально, буду долго все качать, делаться будет, ну, реально, я уже на квесте с боксом, реально, буквально, буквально где-то час играю, может, от силы, может, чуть больше, не знаю. На перед последним, как я помню, квесте я уже, в принципе, это где нужно стрелять с дигла. Да, ребятки, потом там вроде будет квест, поехать к третьему квестному персонажу, и там последний квест, где нужно будет на таксисте заработать 50 тысяч. Окей, ну, в принципе, давайте покачаем пока что дигл, пока бесплатно можно, в принципе, можно, ребят, реально покачать. По дороге, ребят, к третьему квестному персонажу устраиваюсь, ребятки, в принципе, водителем такси, и, в принципе... Не, ребят, ну, этот ларец, конечно, получить долго будет, 30 клиентов развести, не, ребятки, не буду его брать. Всё, берём, ребят, последний квест, для следующего квеста нам понадобится 10 уровень, ну, ладно. Окей, нам хотя бы бы эти квести пройти, а там следующие квести, за них там вообще, в принципе, почти ничего не платят. Удалось мне, кстати, быстренько поймать таксишку, хотя здесь народа довольно много за неё борется. Ну, в принципе, ништяк, ребятки, в принципе, сейчас заработаем 50 тысяч и пройдём этот квестик, может, чуть больше даже заработаем. Окей, посмотрим, как пойдёт реально. Всё, ребятки, в принципе, мы прошли, заработал я 50 тысяч, дальше не хочу работать автобусником, мне вообще, ребятки, не нравится. Следующий квест, ремонтник дорог, но мы уже его не пройдём, потому что для него нам нужен 10 уровень. Итак, ребятки, устраиваюсь водителем автобусника. Устроился водителем автобусником, ребят, чтобы получить ларец, нужно проехать 100 чекпоинтов, я надеюсь, что к 23.00 я успею, потому что в 23.00, в принципе, обнуляются квесты, я надеюсь, что у меня всё получится, я 2 ларца заберу. Всё, ребятки, забрал я ларец, плюс ещё Payday получил, плюс 10 чекпоинцев за 5 часов игры, и открыл, и мне выпало, да, 8 аптечек, блять. Ладно, ладно, сейчас заберём ещё раз этот квест и попробуем опять выбить. Я их открываю для того, чтобы выбить XP, ребят, чтобы пройти квесты на 7-летие Аризоны. Всё, опять прошёл, ребят, спустя ещё сколько, 20 минут, ребят, открываем. 40 тысяч, 16 тысяч, реально, 16 косарей, блин, ребят, короче, убил тупо своё время. Приехал, ребят, я на респу Вагос, я увидел, что лидер Вагос в сети, возможно, меня сейчас примут, и будет вообще ништяк. Вот, вроде бы, это он, Али, Али и Аил, не знаю, ребятки, как правильно читается твой ник, братанчик, да, Эль Папа, вон написано. Да, вот, давайте пробьём ещё раз в лидерс, да, да, это он, ребятки. И сейчас, надеюсь, что меня инвайт, ну, такой вот петушка, ну, в принципе, я в жёлтом, должны принять, я же вроде бы, типа, Вагос, да, да, примут, надеюсь, ребятки. Да, всё, ребят, мне кидают бандану, ребятки, ништяк, ребятки, мы в Вагосе, и нас плюс ещё, ребятки, повышают на седьмой ранг, офигенно, ребят, офигенно. В принципе, да, я поступил сюда не просто так, а для того, чтобы пройти квест с семенами. Поэтому давайте берём квест у Адриана, и мы сейчас пойдём этот быстренько квест и получим ещё один ларец. Итак, ну что, я приехал собирать семена, в принципе, у меня есть своя точка, ребят, находится она возле дома Дракулы, в принципе, и здесь довольно много есть семян. Правда, я приехал вообще, у меня было семян, подождал минут 10, они зареспавнились, походу, тут реально, видите, просто на карте баллосы, тут ещё ацтеки где-то, и пока я ждал, проезжали, прибегали. Ну, как раз вот сейчас заспавнились семена, но мне нужно собрать быстренько 10 штук, пока не приехали конкуренты, а то ещё полчаса ждать, чтобы они заспавнились заново, это будет фиаско, ребятки. Ну, в принципе, это довольно лёгенький квест, лучше его проходить ночью, когда вообще народа нет, но сейчас, в принципе, почти полночь, ребят, в принципе, ну всё равно народ дофига на новом серии, ребятки, и вот это вот тоже, блин, интересно. Итак, ну что, ребят, проходим этот квест и получаем ларец и ещё чаёк, да, чаёк нам пока что не надо. Так, и плюс 30 тысяч, да, вообще не повезло нам, сегодня экспа не выпала с ларцов, ладно, окей, поехали дальше. Приехал, ребятки, я на ферму, не на ферму льна, не на обычную ферму, а на частную ферму, ребятки. Здесь, в принципе, можно, я знаю, как неплохо подзаработать, и, в принципе, давайте вот переоденемся, и сейчас будем, в принципе, работать и посмотрим, сколько здесь вообще платят за задание. Так, смотрите, Поршик, ну я сейчас не с лаунчера, окей, окей, здесь они все садят огурцы, огурцы, окей, для посадки огурцов, давайте возьмём семена, сейчас быстренько посадим, посмотрим, сколько здесь платят за одно задание. Вот так, берём, достаём огурцы, в принципе, ребятки, подбегаем на грядочку, ребятки, нажимаем Alt, и, в принципе, наш персонаж это всё садит, и мы зарабатываем с этого. 5 косарей, плюс 5 косарей за одно задание, думаю, это неплохо, давайте, ребят, попробуем добить 500 тысяч, и потом, ребятки, пойду куда-то в другое место работать, потому что не нужно зацикливаться на одной работе, а то ты можешь просто сгореть. Ну что, ребят, в принципе, я дополол эти огурцы, заработал 500 тысяч, ну, в принципе, ребят, неплохо, крутая работа, могу сказать, довольно быстро здесь заработалось и 200 тысяч, ребятки, но, в принципе, ты реально устаёшь, когда работаешь очень долго на одной и той же работе, поэтому нужно менять всегда работу, ребятки. Никогда не работайте на одной и той же Прибежал я на шахту, тут даже в полночь, ребят, просто дофигища народа И я надеюсь, что у меня получится здесь насобирать эти камешки И будет вообще ништяк Покупаем кирочку у нас, окей, всё, кирочка есть, кстати Что они там возле мусора глазят, давайте посмотрим, может они что-то слажут Пипец тут симок, ребятки, реально, можно просто набрать и пойти перепродавать Так, что тут у нас? Оп, шесть красителей, ребят, нормально, нормально Они где-то по 500 вир точно стоят, в принципе, ребят Мне любая копеечка пойдёт, ребятки, больше ничего вроде нет Окей, погнали всё-таки работать и будем зарабатывать, в принципе, нам первый такой кэшик Который нам нужно для того, чтобы поднять Кстати, ребятки, смотрите, моя цель, я вам ещё не рассказал Моя цель, это, во-первых, сделать 200 миллионов на депозите Это как минимум Купить себе какой-то бизнес, которым будет реально стабильная финка Либо это бар какой-то себе взять Ну, там, конечно, не стабильная финка Но бар это реально будет круто взять Сделать себе какой-то, ну, минимальный хотя бы автопарк с трёх машин С трёх машин, реально, больше мне не надо, в принципе Там, и, в принципе, ребят, сделать семью Главное, это самое главное, вот самое главное Это сделать семью, прокачанную, фул, фул, фому, ребятки Вот это, что я хочу сделать на новом сервере Я надеюсь, у меня получится А получится только, если ты, братанчик, поддержит этот ролик лайком Шо, ребят, уже час ночи и врубили x4, x4 Payday Я так и знал, что врубят x4 Payday И, в принципе, ребят, ништяк Меня, ребятки, крашнуло Но я заработал 39 камней, 19 металла и 2 серебря Погнали на CR Итак, ребят, ну что, пришёл я на CR Давайте это всё выставим Потому что я уже устал, капец, спать хочу Я сейчас это всё выставлю И пойду, ребят, реально спать Поставлю будильник на 5 часов Чтобы проснуться и зайти после рестарта Чтобы ещё попрокачивать аккаунт Потому что мне нужен 15 уровень Чтобы пройти квесты на день рождения Аризона Кстати, напишите, до какого числа они будут Ребятки, чтобы я точно успел это всё сделать, ребятки И пройти эти квесты Потому что там тоже нехилые такие азакоинцы Можно, в принципе, заработать Я где-то слышал, что где-то не до 3-4 числа Но, в принципе, напишите точно, до какого, ребят, они числа Окей, по таким вот ценам, ребятки, я всё выставляю И надеюсь, что у меня всё купят Я, в принципе, немного оббегал лавочек, посмотрел Конечно, кто сейчас в час ночи будет бегать по CR Но, надеюсь, хоть что-то у меня и купят, ребятки Это будет вообще ништяк Ну что, у меня сейчас есть 497 тысяч на руках Ну, увидимся, когда уже я проснусь утречком Ну, и, короче, увидимся, когда увидимся Ну что, ребятки, доброе утро, в принципе Сейчас, в принципе, нормально, так уже 9 утра В принципе, что у меня по статистике, ребят Накапало за эту ночь 590 тысяч зарплаты с банды Ништяк, ребят И плюс ещё 12 закоинцев дало Это за 10 часов игры Также у меня почему-то есть 20 закоинцев на балансе Написите, ребят, откуда у меня вообще эти 20 закоинцев Я нифига не понял И, да, удалось мне продать на 1 миллион На 1 миллион, но камень и металл, как вы могли заметить У меня не купили ещё Ну, в принципе, ничего, ничего Пока что я даже не хочу его продавать Потому что у меня ещё будет одна цель Это дойти до биткоин-фермы А там надо будет камень Ну, не знаю, ребятки, посмотрим Может, в следующей серии продам Ладно, вы знаете, что делать, ребят 250 лайков Иду, снимаю продолжение Всем спасибо, всем пока